В этом видео я расскажу, куда вложить одну тысячу рублей, чтобы заработать гарантированно, а может быть и нет. Давайте разбираться. Друзья, всем привет! Вы смотрите канал InvestFuture. Я очень часто получаю от вас вопрос, куда можно вложить тысячу рублей или даже меньшую сумму для того, чтобы заработать. И я долго к этому шла и все-таки сделала для вас видео с обзором инструментов, которые доступны на небольшие суммы. Расскажу вам про все возможности и, конечно же, их прокомментирую. Также в этом видео я приведу реальные примеры инструментов, а не только их название. Если вы человек азартный, верите в удачу, в шанс и хотите найти ту самую волшебную кнопку бабло, которая позволит вам ничего не делать и при этом зарабатывать деньги, то я настоятельно вам рекомендую обратиться к поисковым системам. Если вы загуглите, куда вложить тысячу рублей, то найдете огромное количество вариантов легкого заработка. Здесь, конечно же, самый первый вариант, который приходит в голову, это торговля на бинарных опционах. Действительно, вам нужно всего лишь угадать направление, куда пойдет цена, вверх и вниз. И буквально за несколько минут вы можете разогнать свой депозит на 80%. Всего-то нужно нажать правильную кнопку, одну из двух. И поверьте, за несколько минут, пока будет проходить ваша даже первая сделка, вы испытаете просто неописуемую гамму эмоций. Вы почувствуете, как у вас замирает все внутри, трясутся поджилки и так далее. Следующий вариант инвестирования для тех, кто ищет легких денег, это, конечно же, торговля на форекс. Причем, зачем торговать на свою тысячу, если можно воспользоваться кредитным плечом, например, 1 к 2 или к 3 тысячам. Да, действительно, есть огромное количество прекрасных технических индикаторов, которые вы можете наложить на график. И они подскажут вам ответ на вопрос, куда же двинется пара евро-доллар. Там вам и скользящий средний, там вам и аллигатор, и стахастик, и все что угодно. Правда, на разных таймфреймах они будут давать противоречивые сигналы, и вы, скорее всего, запутаетесь и впадете в депрессию. Но это ничего, главное нажимать кнопку. Дальше, что еще, пам-счета. Почему бы не найти управляющего, который будет настолько талантлив, чтобы разогнать вашу небольшую сумму, тысяч рублей до 20 миллионов за пару месяцев. Ну или хотя бы до 20 тысяч рублей. Есть еще такое направление вложения денег, как хайп-проекты. Есть специальные сайты-агрегаторы, которые предлагают вам целые подборки. И вы действительно сможете угадать тот самый один проект, ту самую золотую жилу, которая еще находится пока только на первой фазе формирования пирамиды. И вы будете самым умным и выскочите, конечно же, самым первым и с большим кушем. Не могу также забыть и о ставках на спорт, потому что вы можете выбрать побольше параметров и получить коэффициент 1000, что позволит вам также довольно быстро и без большого труда озолотиться. Примерно с таким же успехом вы можете купить лотерейный билетик. Понимаете, дело в том, что в своем большинстве мы с вами не Илон и Маски, и наша жизнь достаточно скучная. И я прекрасно понимаю вот это желание сделать что-нибудь этакое, чтобы вырваться из рутины и вот взять и вот просто заработать денег. Вот почему бы не разбогатеть? Вот сейчас вот еще разок и вот получится точно. Я хочу, чтобы вы поняли, что вся вот эта индустрия, все способы вложения денег, которые я только что перечислила, нацелены именно на эмоции. И в процессе вы действительно получите эмоции, которые выбьют вас из привычного ритма жизни. И скорее всего вы кайфанете в процессе. Другое дело, что после вы испытаете разочарование и депрессию. Но с другой стороны, если уж и тестировать такие гипер рискованные способы вложения средств, которые с огромной долей вероятности не то, что не дадут вам заработать, а еще и заберут вашу первую тысячу рублей, то, наверное, их лучше тестировать действительно на небольшие суммы денег, на тысячу рублей, чтобы убедиться в том, что вам это не нужно и перейти к поиску более консервативных инструментов. К сожалению или к счастью, но я в кнопку бабло не верю категорически и вам тоже не советую. Мне не близок подход людей, которые приходят на финансовые рынки с желанием вот что-нибудь такое купить, куда бы вложить денег, чтобы вот сейчас быстренько поднять бабла, заработать к выходным, а то там, не знаю, девушку в кино не на что сводить. Я считаю, что инвестирование это нужный процесс, когда у вас есть любимое дело, в котором вы зарабатываете деньги, в котором вы разбираетесь. И вы хотите эти деньги, заработанные каким-то образом, сохранить и приумножить, и ищете более эффективные варианты. Инвестирование, сам процесс инвестирования, это откладывание, удовлетворение своих потребностей на момент в будущем, хотя вы, конечно, хотели бы удовлетворять их прямо сейчас. Однако я думаю, что если у вас есть свободная тысяча рублей, то вполне можно использовать ее для того, чтобы начать разбираться в том, как работают финансовые инструменты. Потому что, еще раз подчеркну, конечно, пробовать лучше на небольшие суммы. Давайте пойдем по порядку, я расскажу вам о, может быть, для кого-то скучных, но тем не менее классических инструментах, которые, что на мой взгляд, достаточно важно, находятся в рамках российского правового поля. Кстати, в отличие от тех инструментов, с которых мы с вами начали этот ролик. Ну что ж, давайте по порядку. Конечно, самая такая понятная история, это открыть вклад в банки или накопительный счет. Да, не все банки открывают счет на тысячу рублей, но тем не менее, такие найти варианты вполне можно. И доходность под 5-6% годовых вполне можно отыскать. Кроме того, кстати говоря, с тысячи рублей можно открыть и обезличенный металлический счет. Это один из вариантов инвестирования в драгоценные металлы, но при этом здесь не происходит физической покупки. Вы просто выбираете, сколько металла вы условно хотите купить, и на счет зачисляется стоимость этих драгоценных металлов. Если они дорожают, то, соответственно, и сумма на счете также будет расти. Но минус обезличенных металлических счетов по сравнению с тем же банковским вкладом заключается в том, что они не страхуются агентством по страхованию вкладов. Так что, если вдруг банк, в котором у вас открыт ОМС, обанкротится, то свою тысячу рублей с каким-то минимальным доходом назад вы, возможно, не получите. Движемся дальше. Если у вас есть тысяча рублей, то вы вполне можете открыть брокерский счет. Но я еще раз подчеркну, сделать это не для того, чтобы попытаться заработать на бирже, а для того, чтобы именно научиться и понять, как работают финансовые рынки, как работают финансовые инструменты, как они себя ведут. Потому что пока вы не потестируете, вы, скорее всего, будете относиться к инвестициям как к чему-то достаточно абстрактному. Но если вы хотя бы немножко соприкоснетесь с разными финансовыми инструментами, то, поверьте мне, вы будете чувствовать себя уже намного увереннее. Открывайте счет у брокера, у которого есть лицензия Центрального банка. И особенно, если у вас небольшие суммы денег, то очень важно, чтобы брокер не взимал с вас абонентской платы, то есть фиксированные суммы каждый месяц. А некоторые компании до сих пор берут такую сумму, даже если у вас в месяц не было никаких сделок. Вам нужны брокеры с минимальной комиссией. У меня было видео о том, как выбрать брокера, и, возможно, оно вам в этом смысле поможет. Ну что ж, какие инструменты можно попробовать приобрести, имея тысячу рублей? Давайте начнем с максимально консервативных. Это, конечно же, облигации. Ну вот, допустим, на 1000 рублей, ну на 1048 рублей можно купить облигацию федерального займа ОФЗ 26209 на 2 года с фиксированной доходностью к погашению 5,5%, даже чуть-чуть побольше будет. Это максимально консервативная история, которую можно найти на российском рынке. Также есть облигации и более рискованные. Например, на 700 рублей можно купить облигации первого коллекторского бюро, тоже погашение через 2 года, доходность 15,7%. Это облигации, которые называются высокодоходными, высокорискованными, но они тоже относятся именно к этой категории финансовых инструментов. Также на 1000 рублей вы можете покупать акции, например, на московской бирже. Но обратите внимание, что акции торгуются лотами, поэтому та цена акции, которую вы видите в терминале, еще не означает, что это минимальная сумма ваших инвестиций. Ну вот, допустим, акции Алросы. Мы видим, что одна акция стоит сейчас порядка 80 рублей, но один лот – это 10 акций. То есть минимальная сумма для входа составит для вас 800 рублей. Как раз укладываемся в нашу 1000. Например, можно купить акции ВТБ. Здесь мы видим, что стоимость одной акции почти 50 копеек, один лот – это 10 тысяч акций. То есть мы можем купить на нашу сумму два лота акций ВТБ, и у нас даже еще немножечко останется денег, чтобы заплатить комиссии. Если вы хотите проинвестировать в золото, то можно на 1000 рублей купить акции компании «Золотодобытчика», например, компании «Полиметалл». Здесь у нас один лот – одна акция, стоимость одного лота – 1040 рублей. Не обязательно останавливаться на российских инструментах, можно также купить и что-то, что торгуется на Санкт-Петербургской бирже. Например, есть у нас достаточно дешевые акции. Компания «Чизапик Энерджи» стоимость одной акции 50 центов, то есть порядка 30 рублей за акцию. Мы с вами сможем на нашу 1000 рублей купить более 30 акций этой компании. Те названия акций и облигаций, которые я сейчас перечисляю, это, безусловно, не рекомендации к действию. Я просто показываю вам, какие инструменты для примера могут быть доступны на маленькие суммы, и их действительно достаточно много. Нужно просто поискать. Если очень поднапрячься, то на 1000 рублей можно даже попробовать собрать что-то похожее на диверсифицированный портфель. То есть, допустим, купить несколько дешевых акций из разных секторов, и тогда ваш маленький экспериментальный портфель будет защищен от рыночной волатильности и от изменений настроений инвесторов. Если вы не хотите заморачиваться с выбором конкретных акций или облигаций, то здесь на помощь приходят инструменты коллективного инвестирования. В первую очередь нужно упомянуть, конечно, паевые инвестиционные фонды, и у некоторых из них есть низкий порог входа. Например, в том же Сбербанке можно найти пифы, начиная от 1000 рублей. А некоторые более современные сервисы, которые ориентированы на массового инвестора, например, те же самые МТС-инвестиции, которые мы недавно обсуждали здесь на канале, вообще имеют порог входа 100 рублей. Я не являюсь большим поклонником паевых фондов. Мне кажется, что это немножко дороговатый инструмент. Но, тем не менее, почему бы не потестировать, если есть небольшая сумма и хочется ее куда-то направить. Мне, честно говоря, больше нравится ETF, и здесь тоже можно неплохо разгуляться на 1000 рублей. Например, от Финнекса мы видим вполне доступные предложения. Пожалуйста, ETF на золото FXGD 700 рублей, даже чуть меньше в настоящий момент стоит. ETF на американские гособлигации, краткосрочные, еще и с долларовым хеджем, который, соответственно, защищает вас от ослабления курса российского рубля. FXTB стоит 650 рублей. Также вот в последние месяцы появились очень удобные копеечные ETF, которые стоят совсем-совсем мало. Например, ETF от Финнекс, вот FXWO, глобальный ETF не так давно появился. Там минимальная сумма 1 рубль 26 копеек. Это так называемая копилка для мелочи, которая позволяет вот куда-то припарковать небольшую сумму денег. И на 1000 рублей здесь действительно можно разойтись и создать себе достаточно неплохой, маленький, но гордый, скажем так, портфель из ETF. Конечно, на этом список доступных инструментов не заканчивается. Если немножко выходить за пределы биржи, то можно поискать, например, краудинвестинговые площадки, краудлендинговые, которые позволяют вложить небольшую сумму и прокредитовать, допустим, бизнес или какие-то совсем начинающие стартапы. Но здесь, к сожалению, я не нашла каких-то площадок, которые кажутся мне достаточно стабильными, с минимальным порогом входа. Потому что у того же Сберкреда, это новый сервис от Сбербанка, минимальный порог входа 5 тысяч рублей. Альфа-поток, Озонинвест от 10 тысяч рублей. Ну и нужно понимать, что, конечно, все истории с P2P-кредитованием или другими такими подобными вариантами сопряжены с достаточно высокими рисками того, что вы свои деньги назад не получите. Но, опять же, почему бы не потестировать, если вы найдете какую-то площадку с более низким порогом входа? Например, я знаю, что есть какой-то сервис от WebMoney, который вроде как работает, и там маленький порог входа. Я боюсь, что для кого-то мое сегодняшнее видео может стать немножечко разочаровывающим, потому что я действительно знаю, судя по тем вопросам, которые я получаю от подписчиков нашего канала, что многие люди хотели бы понять, каким образом можно стать действительно каким-то богатым, обеспеченным человеком, вложив там тысяч рублей, пять тысяч рублей, десять тысяч рублей. Нет, друзья, к сожалению, вот так просто и линейно эта логика не работает. Но, с другой стороны, как мне кажется, не стоит себя ограничивать в том, чтобы попробовать инвестиции, делать какие-то первые шаги, узнать, как функционируют разнообразные финансовые инструменты, если в настоящий момент времени у вас нет денег для того, чтобы инвестировать и для того, чтобы пытаться создать какой-то действительно полноценный финансовый капитал, который сможет вас кормить в будущем. Конечно, здесь недостаточно для этого тысячи рублей единоразово и даже тысячи рублей в месяц, я боюсь, что будет маловато, если у вас нет в запасе по крайней мере 50 лет для создания накоплений. Но, так или иначе, пробовать, разбираться нужно, а дальше здесь уже, мне кажется, нужно посмотреть внутрь себя, и если в настоящий момент нет денег для того, чтобы создавать капитал, заботиться о своем будущем, о своей пенсии, о том, на какие деньги вы будете учить и воспитывать детей, заботиться о пожилых родителях, то, конечно, здесь нужно обращаться уже к себе и думать о том, каким образом вы можете стать лучше в своей профессии, может быть, сменить профессию, может быть, потратить эти деньги на то, чтобы повысить свою квалификацию. Слава богу, сегодня есть огромное количество разнообразных курсов, если выбирать достойные, есть огромное количество бесплатных курсов, которые помогают нам стать лучше, профессиональнее, экспертнее. И, в принципе, если вы чувствуете, что есть такая потребность, то я бы все-таки вот эту тысячу рублей не стала вкладывать в бинарные опционы или хайп-проекты, я бы потратила ее на обучение. Мне кажется, что сегодня мы живем в таком потрясающе открытом мире, когда границ вообще не существует, и на самом деле любой человек, я в этом уверена, может зарабатывать больше и может увеличить свой доход таким образом, чтобы у него были средства, которые он мог бы откладывать и инвестировать на длительный срок с целью создания капитала. Я знаю достаточно много людей, которые уже в возрасте, я знаю людей с ограниченными возможностями, которые проявили смекалку и сумели нарастить свой доход. Спасибо интернету, спасибо людям, которые сделали нашу жизнь в этом смысле лучше. Главное, этот интернет правильным образом использовать, и все, друзья, будет хорошо. Вот так, друзья, выглядит моя версия ответа на вопрос, куда инвестировать небольшие деньги, куда инвестировать, если денег сейчас нет, и стоит ли вообще это делать. Я буду очень рада услышать, что вы думаете по этому поводу, как вы относитесь к инвестированию на небольшие суммы, может быть, у вас есть свои личные истории, как вы начинали, поделитесь с нами, и давайте будем стараться друг друга поддерживать и мотивировать. Может быть, вы знаете какие-то сверхсекретные доходные стратегии, которые позволяют разогнать свой капитал с 1000 рублей до миллиона за пару дней. Тоже пишите, давайте обсудим. Друзья, возможно, кому-то это видео показалось слишком простым, но поверьте мне, действительно, есть большое количество людей, которые пока еще не успели разобраться в том, что такое финансовые рынки, именно поэтому они становятся иногда даже многократно жертвами разнообразных мошенников, которые работают на наивности и, ну вот такой в некотором смысле, финансовой необразованности людей. Поэтому мне кажется очень важным проговаривать и проговаривать, и проговаривать эти вещи как можно чаще. Спасибо! Я надеюсь, что видео вам понравилось. Если так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и пишите комментарии. Большое вам спасибо за социальную активность, которой вы поддерживаете наше видео и помогаете нашему каналу развиваться. В описании к этому видео есть ссылки на наши социальные сети. Присоединяйтесь к нам в ВКонтакте, в Телеграм, подписывайтесь на мой Инстаграм. Ну и также в первом закрепленном комментарии под этим видео вы найдете большое количество ссылок на другие наши полезные ролики, которые также могут быть полезны тем, кто хочет прокачать свою финансовую грамотность и не попасть в лапы разнообразных, разношерстных финансовых мошенников. Спасибо! С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. До новых встреч на нашем канале в наших следующих полезных видео. Всем пока!